В эфире Народные новости в студии Ян Царайва. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Самые высокие технологии в Саранском техникуме открылось 5 мастерских по стандартам WorldSkills. Даже семинар по новым правилам в Доме печати прошла встреча юных литераторов. Лучший страж экологии в стране. Инспектор Мордовского Росприроднадзора победитель всероссийского конкурса. 22 октября 95 лет исполнилась доктору филологических наук профессору кафедры мордовских языков Мордовского государственного университета имени Огарева Дмитрию Васильевичу Цыганкину. С юбилеем известного ученого, ветерана и участника Великой Отечественной войны поздравил глава Мордовии Владимир Волков. Вы многое пережили, прошли через тяжелые испытания, и ваш жизненный путь заслуживает искреннего уважения. Вы самоотверженно защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, участвовали в освобождении таких городов, как Орша, Минск, Борисов, Витебск, дошли до Кёнигсберга, награждены Орденом Отечественной войны второй степени, медалями за отвагу и за взятие Кёнигсберга. В мирное время вы посвятили себя беззаветному служению науки, делу обучения и воспитания молодого поколения. Ваш трудовой путь неразрывно связан с образованием и наукой Мордовии, с деятельностью на благо общества и государства. Результатом вашей научной деятельности стали более 300 научных и учебно-методических работ, в том числе ряд учебников и учебных пособий в области фонетики, словообразования, диалектологии, топонимики и истории мордовских и других финно-угорских языков. Сегодня вы признанный ученый-лингвист мирового уровня, профессор, крупнейший специалист в области финно-угроведения и мордовских языков. Эти успехи в огромной степени определяются вашими творческими способностями, высочайшим авторитетом, опытом и профессионализмом, энергией и целеустремленностью. Ваша многолетняя научная работа в области филологии и истории мордовских языков, достижения в научно-педагогической деятельности получили широкое признание и оценку. Свидетельством тому являются многочисленные государственные и общественные награды. Вы являетесь примером безграничной преданности делу, глубокого патриотизма, ответственности и принципиальности. Вас всегда отличало неустанное стремление к научному поиску и самосовершенствованию. Удивительным образом вам удается сочетать в себе многие достоинства, твердость характера с житейской мудростью, высокую требовательность с доброжелательностью и теплотой. Убежден, что ваш интеллектуальный и творческий потенциал, верность призванию, позволит вам и в будущем добиваться новых успехов на благо нашей Родины. Сам юбиляр находится дома на самоизоляции, но в его адрес поступают многочисленные поздравления от коллег со всей страны. А в музее имени Воронина к юбилею Дмитрия Цыганкина приурочили открытие, посвященное ему выставке «Сын своего народа». На юбилейной выставке более 70 экспонатов – фотографии, документы, книги, награды, личные вещи, отражающие жизненный путь, научную, педагогическую и общественную деятельность Дмитрия Цыганкина. Кстати, в Крыльевическом музее хранится практически весь личный архив ученого, который он сам передавал в разные годы. Жаль, что в условиях сегодняшних реалий открытие выставки прошло без гостей. В этом году перед открытием выставки также мы с ним встречались, и он передал свою ерзианскую рубаху с вышивкой, книги, фотографии и так далее. Выставка рассказывает о его жизненном пути и показывает его как многогранную личность. Фонетика и лексика, морфология и синтаксис, диалектология, история, аномастика мордовских и других финно-угорских языков – Вот основные направления научной деятельности Дмитрия Цыганкина. В его трудах впервые получили научное освещение многие вопросы мордовского языка знания. Кроме этого, профессор Цыганкин обладает широчайшими знаниями по краеведению истории мордовского народа. Дмитрий Васильевич большой патриот своей родины. И не только потому, что он активный участник Великой Отечественной войны. Он просто любит эту землю, где родился, рос. И вот этим патриотизмом пронизаны все произведения Дмитрия Васильевича. За особые заслуги в области сохранения и развития языка, укрепления, дружбы между народами Российской Федерации Дмитрий Цыганкин был удостоен знака общественного признания «Гордость нации», который учрежден Межрегиональной общественной организацией Мордовского, Макшанского и Ирзианского народа. Ученого знают и любят представители мордовской диаспоры от Камчатки до Калининграда. Для многих из них Дмитрий Васильевич – настоящий пример. В день юбилея видеопоздравлений присылают со всех концов нашей необъятной Родины. Все знают ваш вклад в развитие ирзианской культуры и ирзианского языка, об этом не будем говорить. В это непростое время хочу от себя лично, как тоже представители ирзианского народа и от мордовского землячества, пожелать вам здоровья, чтобы в это непростое время вы с честью прошли эту ковидную инфекцию. И чтобы я имел честь поздравить вас со столетиями. Профессор Цыганкин – автор более 200 научных статей, монографий, вузовских, школьных учебников, пособий и программ. Лина Буянкина, Владимир Надькин – Народные новости. Все больше жителей Мордовии присоединяются к масштабной вакцинации от гриппа. Представители бизнеса в том числе не остались в стороне и сотрудники предприятий общественного питания. Ведь от их здоровья зависит и здоровье клиентов. Осмотр терапевта пройден, согласие подписано. Теперь очередь в сам прививочный кабинет. Сотрудники ресторана на процедуру идут небольшими группами. Вакцинацию от гриппа, как и медосмотр, официанты, повара, администраторы проходят каждый год. Коллектив у нас, я думаю, не маленький, у нас в районе 50 человек. Привилось уже на сегодняшний момент, я думаю, даже чуть больше 70%. Я понимаю, что это очень важно, сфера общественного питания, так как мы работаем уже, я работаю там много лет, мы общаемся с людьми, у нас большое количество посещений гостей. И как бы это, я считаю, что это безопасность и как для нас, и для гостей, ну и для родных, и для брильских. Подготовка не нужна, главное быть здоровым на момент процедуры. Рабочее место на Диаконьковой на кухне. Там, в недоступном для глаз гостей уголке, рождаются настоящие кулинарные шедевры. О важности иммунизации знает, поэтому делать или нет прививку, вопросов не было. Ощущения после прививки самые обычные, никаких ощущений нет. Нисколько не боялась. Понимаю, что важность прививки очень важна, потому что я работаю в сфере общепита. Мы работаем, контактируем с людьми, готовим пищу. И должны быть все привиты. В целях безопасности себя, своих детей, своих близких, от работы и дома. После долгого перерыва ресторанный комплекс открылся в начале июля. Тогда возобновили работу и другие летние веранды. Важно не допустить рост заболеваемости, а значит соблюдать меры профилактики в самом заведении и подготовить иммунитет сотрудников. Ирина Пятина, Сергей Соколов, Народные новости. В селе Дашево Качкоровского района объявился док-хантер. В крошечную дворняшку выстрелили из пневматики. Самое страшное это случилось среди белого дня и рядом с жилыми домами. Чьи руки держали ружье и кто окажется под прицелом в следующий раз? Неясно. Полицейские проводят проверку. Стрелку по животным грозит уголовная ответственность. Подробнее расскажут Юлия Емельянова и Евгений Фролкин. Маленькая Лилу не больше пяти месяцев, но она уже инвалид. Небольшой шрам на спине от резиновой пули и неработающие задние лапы свидетельство человеческой жестокости. 7 октября маленькую дворняшку возле дороги нашла мимо проезжающая девушка Мария. Позвонила моя знакомая Маша Малова. Она ездила по работе, она торговый представитель. Она ездила как раз в Адашево, село Адашево, Кадошкинского района. Она звонит оттуда, она говорит, ой, девчонки, здесь у меня около дороги вижу щеночек ползает на передних лапках. Дети вроде тут рядом с ним сидят, кормят. Мы говорим, что случилось? Она вроде спросила у них, они говорят, машину сбила. Время было в 8 часов вечера. Девушки приняли решение везти собаку в ветклинику в Саранск. Там Лилу осмотрели, вкололи необходимые препараты, сделали снимок. Как оказалось, никаких переломов у собаки нет. Зато в позвоночнике ветеринары рассмотрели коническую пулю. Такие используют для пневматического оружия. Выходит, кто-то специально выстрелил в собаку. Девушке дали объявление в поисках хозяина дворняжки. Ей оказалась местная жительница Олеся. Два дня, наверное, прошло, позвонил мужчина. Мужчина оказался, я так понимаю, сыном вот той женщины, для которой заводили они собачку. Он говорит, это наша собачка, мы завели ее для мамы. Мы так и думали, что ее сбила машина, она у нас несколько дней вот так ползает. Вроде мы думали, что сейчас отлежится и вроде все нормально будет. Он сам был очень, конечно, поражен, что подстрелили ее. Однако забирать Лилу домой он отказался, а хозяйка и вовсе сказала, что просто подкармливала бродячую дворняжку. В самом селе Адашево этот случай никого особо не тронул. Хозяйка общаться с нами отказалась. Другие местные жители также не горели желанием выяснять, кто виноват и считать ли этот случай правонарушением. Кто вам скажет? Во-первых, не скажет, кто это сделал. Вот спросите сейчас всех, и никто вам ничего не скажет. Эту собачку вот сюда, может быть, подбросили. А вот, знаете, мелкашки тут нет. У нас огнестрельное оружие в основном. Здесь достаточно взрослые люди, да, Игорь Игоревич? Заниматься таким-то шелковым. Тут убивает собак только тех, которые кусают людей или воруют. Трудно предположить, что маленькая Лилу могла кому-то навредить. По размерам она чуть больше кошки. Нашли дворняжку вот на этой улице Дружбы. Рядом детские качели. Получается, стрельбу вели прямо рядом с жилыми домами. Где гарантия, что неизвестный стрелок – отличный снайпер, и в следующий раз его пуля не угодит в человека. Юлия и Мария не смогли оставить эту историю без внимания и позвонили в местное отделение полиции. Мы пообщались с участковым. Он сообщил, что звонок такой действительно поступал, и сейчас ведется проверка. Если удастся найти местного док-хантера, то ему грозит уголовная ответственность. Будут проводиться все необходимые мероприятия. То есть пока что усматриваются признаки статьи 245 УК РФ и участок обращения с животными. По итогам расследования будет принято процессуальное решение. Ну а пока Лилу находится у заботливой хозяйки Юлии. Здесь ее любят, кормят и всячески помогают встать на лапы. К ней уже частично вернулась чувствительность. Всего собак у Юлии пять. Всех подобрали с улицы, и почти каждый требовала серьезная медицинская помощь. Девушка пытается загладить то зло, которое животным причинил человек. И несмотря ни на что, уверена, хороших и добрых людей в мире больше. Юлия Емельянова, Евгений Фролкин. Народные новости. В автомеханическом техникуме открыли пять мастерских по стандартам WorldSkills. Там будут обучать по таким компетенциям, как кузовной ремонт, окраска автомобиля, обслуживание грузовой техники, управление фронтальным погрузчиком, ремонт и обслуживание легковых автомобилей. Все мастерские оснащены современным оборудованием и тренажерами, которые закупили на средства гранта. Там, где раньше был переход из одного корпуса в другой, теперь новые мастерские. В этой студентов обучат ремонтировать легковушки. Будущие автомеханики будут тренироваться на современных машинах отечественного производства. Изучат общую схему, сход-развал, двигатели, коробку передач. В одной мастерской можно заглянуть во внутренний мир автомобиля, а в другой привести его в порядок снаружи. Это, можно сказать, миксер. Вставляется, вставляется. Установка, если сейчас просто не открыта, включим, вот она начинает вращаться. И каждый миксер вращает, перемешивает краску, чтобы ее подготовить. Вот она разгоняется. Время работы поориентировочно две минуты у нее. Научатся студенты работе и с тяжелой техникой. Этот фронтальный погрузчик облегчает работу на стройке, незаменим при дорожных работах, копает и перетаскивает груз. Изучать его будут те, кто обучается по специальностям машинисты дорожных и строительных машин, ремонт и обслуживание дорожно-строительной техники. Они научатся ремонтировать погрузчик и ездить на нем. Правда, начать придется с тренажеров. Таких тренажеров, которые помогут отработать необходимые навыки, несколько. Часть из них уникальна для Мордовии. Например, этот научит красить автомобиль и сэкономит краску во время обучения. Машину для опробной покраски искать тоже не придется. Ее студент увидит в виртуальной реальности при помощи специальных очков. Но данные на экране будут вполне реальны. Программа покажет участки, покрашенные с браком и укажет на допущенные ошибки. Захотелось прийти и научиться, потому что все самое современное, все понятное. Обратите внимание, какое количество виртуальной составляющей. То есть не надо сначала набивать шишки и ломать что-то настоящее. Сначала можно все это попробовать в 3D-реальности, научиться и потом уже выходить на поле. В прошлом году автомеханический техникум участвовал в федеральном проекте «Молодые профессионалы» и выиграл грант. Более 30 миллионов рублей перечислили из федерального бюджета и 8 из республиканского. За год на эти средства и открыли современные мастерские по пяти компетенциям WorldSkills. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, кузовной ремонт, обслуживание грузовой техники, управление фронтальным погрузчиком и окраска автомобиля. Все они оснащены по последнему слову техники. Оборудование в мастерских самое современное, которое позволяет учить практики наших студентов. И это оборудование предназначено не только для того, чтобы учить наших студентов, но и для того, чтобы проводить региональные чемпионаты WorldSkills, для того, чтобы наши ребята могли сдавать демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой тестации. Современная техника, чистые и просторные мастерские. Представление о том, что автомеханик, человек в вечно грязной спецовке, безнадежно устарело. К рабочим профессиям возвращается престиж. Тем более, что они в наше время и финансово привлекательны для абитуриентов. Ольга Данилова, Владимир Надькин, Народные новости. Звание лучший инспектор Федеральной службы по надзору в сфере природопользования получил специалист из нашей республики. Станислав Вовод вошел в число трех победителей, которым досталось это звание. А в чем же заключается его работа и как проходил конкурс, решили узнать мои коллеги. Они провели один день вместе с теми, кто занимается охраной окружающей среды. Есть такая работа природу защищать. Со стороны не всем понятно, как сложна и важна профессия инспектора Росприроднадзора. Но скучно ее точно не назовешь. Станислав Вовод за 10 лет работы успел освоиться с призванием. Трудиться приходится и в полевых условиях, и не только. От того, насколько люди осознают необходимость заботы об окружающей среде, зависит очень многое. Приходится разъяснять. Работа государственного инспектора в области охраны окружающей среды это обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую среду. И наша работа направлена на предупреждение и пресечение нарушений в сфере охраны окружающей среды. Путем проведения профилактических мероприятий у нас проводится публично обсуждение правоприменительной практики, какие-то семинары. Свою компетенцию Станислав Вовод еще раз подтвердил в конкурсе название лучшего инспектора Федеральной службы по назору в сфере природопользования. Первое место по стране разделили три человека, в том числе и Станислав. Конкурс проводился в два этапа. Первый этап это на уровне управления, в которых работает инспектор, то есть на нашем межрегиональном управлении. Второй этап это очный этап в центральном аппарате службы в городе Москва. По итогам конкурса в нашем межрегионном управлении признали победителем, направили на очный этап. Очный этап проходил путем тестирования, индивидуального собеседования. Была проведена оценка наших административных материалов, представленных на конкурс. Как отмечает специалист, наиболее актуальный для Мордовии вопрос – очистные сооружения. Многие из них устарели, и тем не менее положительная динамика есть. Проводится модернизация, в эксплуатации вводятся новые очистные сооружения. Не менее остро стоит вопрос утилизации твердых коммунальных отходов и мест их хранения. В рамках реформы обращения с отходами производства и потребления в Российской Федерации уже есть конкретный план действий. В рамках этой реформы у нас заработал регоператор, разработана территориальная схема по обращению с отходами. И в скором времени, где-то в 2026 году, все полигоны будут планироваться к закрытию, должны быть рекультивированы и должен заработать один межмуниципальный полигон, соответствующий всем современно предъявляемым требованиям. Также должна появиться глубокая сортировка твердых коммунальных отходов, что приведет к уменьшению количества захоранимых отходов на полигонах. И все-таки полевая работа для инспекторов Росприроднадзора остается в приоритете. Валерия Никитина, Сергей Соколов, Народные новости. Последний герой. Печальное известие пришло из Самары. На 96-м году жизни скончался герой Советского Союза, уроженец Темниковского района Мордовия Владимир Иванович Чудайкин. Он был последним из героев Советского Союза, уроженцев республики. Владимир Чудайкин родился 24 февраля 1925 года в деревне Поповка Темниковского района Мордовии в крестьянской семье. Попал на фронт в ноябре 1944 года. Воевал наводчиком в легендарном танке Т-34. Всегда с любовью вспоминал об этой боевой машине. Хотя в боях за Родину три раза был подбит, но всегда успевал покинуть объятый пламенем танк. «Очень юркий был», — вспоминал Владимир Иванович. Именно быстрота реакции, а также опыт и отвага помогли нашему земляку стать героем. 1 мая 1945 года в ходе боев за Рейхстаг в столице Гитлеровской Германии, Берлине, танк сержанта Чудайкина, в котором он был и за наводчика, и за командир боевой машины, определили в штурмовую группу. Вместе с пехотой шли вперед, подавляя огневые точки противника. Тридцать четверка Чудайкина первая вышла на площадь перед Рейхстагом и открыла по нему огонь. Во время боя прорвавшийся вперед танк был подбит и загорелся, мешая продвижению танка Чудайкина. Тогда сержант Чудайкин выскочил из танка, помог экипажу танка погасить пожар, а затем эвакуировал поврежденную машину с поля боя. Был ранен, но остался в строю, и огнем своего танка продолжал обеспечивать действия пехоты, штурмовавшей Рейхстаг. За этот подвиг он был удостоен высшей воинской награды страны — звания Герой Советского Союза. Глава Мордовии Владимир Волков выразил слова соболезнования по поводу кончины Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина. В тексте телеграммы на имя супруги Лидии Дмитриевны, в частности, говорится. Уход из жизни такого легендарного человека — большая потеря для всей страны. Владимир Иванович Чудайкин был последним из живущих Героев Советского Союза, уроженцев нашей республики. 1 мая 1945 года в ходе боев за Берлин Владимир Иванович совершил подвиг, который будет жить в веках. Его танк в составе штурмовой группы сумел прорваться к Рейхстагу, уничтожив множество огневых точек противника. Мордовия помнит этот великий подвиг, всегда будет гордиться своим земляком. На здании школы в поселке Умёд Зубово-Полянского района республики установлена мемориальная доска в память о заслугах вашего супруга перед Родиной. Вся жизнь Владимира Ивановича заслуживает искреннего уважения. За его плечами героический солдатский путь по дорогам Великой Отечественной войны, активное участие в восстановлении Родины, ответственная работа в металлургической отрасли на протяжении многих лет. До последних дней Владимир Иванович вёл активную общественную деятельность, возглавлял Совет ветеранов Кировского района Самары. Многое делал для нравственно-патриотического воспитания молодёжи, укрепления преемственности поколений. Тысячи людей знают и любят Владимира Ивановича как доброго, отзывчивого и глубоко порядочного человека, беззаветно преданного Родине. Уверен, Владимир Иванович навсегда останется в светлой памяти родных, друзей, коллег, всех знавших его людей. Мы глубоко скорбим вместе с вами. Сегодня в МВД по Республике Мордовия в онлайн-формате состоялся брифинг по вопросам предоставления государственной услуги по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости. Участие в нём приняла начальник отдела информационного центра регионального МВД, подполковник внутренней службы Татьяна Ларичкина. Руководитель подразделения напомнила, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и регионе, с 1 апреля 2020-го такие справки можно получить только через портал государственных услуг. Эту меру предприняли, чтобы обезопасить здоровье людей. Татьяна Ларичкина подчеркнула, при оформлении заявления для получения справки о наличии или отсутствии судимости на портале Госуслуг необходимо выбрать справку в электронном виде. В течение 10 дней справка в ПД-формате поступит в ваш личный кабинет. Электронная справка заверяется электронной подписью у полномоченного сотрудника регионального МВД. Юридическая значимость такой справки приравнивается к официальному бумажному документу. В случае отсутствия у гражданина личного кабинета на портале Госуслуг бесплатную регистрацию можно пройти в многофункциональных центрах республики, а также в губ паспортный вид визовый сервис МВД России, который располагается по адресу город Саранск, улица Полежаева, дом 173. В случае, если без бумажного носителя справки не обойтись, необходимо обратиться за ее получением в многофункциональные центры республики по предварительной записи. Кроме того, подполковник внутренней службы напомнила гражданам, что при получении госуслуги по проставлению о постельных документах, подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации, необходимо связаться с сотрудниками информационного центра МВД. Перед этим зайти на официальный сайт МВД республики Мордовия, скачать заявление и скачать квитанцию на оплату госуслуги, так как данная госуслуга является платной. А затем связаться с нами по телефону, чтобы мы смогли вас записать к нам на прием по предварительной записи. Телефоны информационного центра для контакта и получения консультаций 29 84 72, либо 29 88 62. Для получения госуслуги по выдаче архивных справок, выписок, копий справок. О реабилитации жертв политических репрессий необходимо обратиться с письменным заявлением посредством почтового отправления. Юные литераторы Мордовии в очередной раз встретились для обсуждения своих стихов и прозы. Семинар молодых писателей в этом году прошел в новом формате, но в по-прежнему дружественной атмосфере. Меры профилактики соблюли цены Совета молодежи получила с подробностями Ирина Пятина и Станислав Семин. Мы привыкли обычно рифмовать, и если вот эту строчку, третью по счету, считать зарифмованной к первой, озорной хулиган получается. Видите, какой большой блюд. Здесь 10 словов, а здесь уже 6. Учат, как считать слоги и подбирать рифму. Ямбы и хорей разбирают настоящие мастера слова. Из-под их пера вышло немало шедевров, однако когда-то именитые писатели и сами учились у литераторов с опытом. Семинары — это всегда учеба. Учеба, выявление одаренных авторов. И если мы видим, если я вижу, например, у пишущего, ну, 4 строчки даже, и если они знаковые, стоящие, значит, есть талант, и этого автора вести надо. Поэт — не профессия, не хобби, а скорее призвание. Первые строки Алексей Удалкин написал 15 лет назад. И сегодня, будучи помощником машиниста, для любимого дела всегда находит время и силы. Признается, вдохновение может прийти даже на железной дороге. Поэзия не может мешать ни работе, ни жизни. Писать можно о разных вещах. То есть это и какое-то переживание внутреннее, и связанное, например, с погодой, с природой, с осенью, например. Такие семинары обычно проходят по два, а то и по три раза в год. За советом и критикой в Саранск съезжаются юные дарования со всей Мордовии. В этом году с учетом новых условий формат немного изменили. Пленарные заседания решено не проводить и обучать ребят малыми группами. Мы их распределили в четырех кабинетах. У нас в этом году, как и в прошлые годы, в четырех секциях будем работать. Ирзянская секция, Махшанская, русская проза, русская поэзия. Не более десяти человек в каждом кабинете в этом году. Мы решили пять эрзян, пять эромахшан и двадцать русских, чтобы не пересекались. Начинающих поэтов, конечно же, больше, прозаики тоже есть, а вот драматурги в меньшинстве. Каждого юного автора лично или заочно руководители групп уже знают. Их пробы пера выходят в свет на страницах местных изданий. Роль периодики в особенности литературных журналов становление каждого писателя по-прежнему велика. Ирина Пятина, Станислав Семин, Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Яна Сараева. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.